Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй вот уже целый год собирается на странице нашего подкаста в Патреон. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. У нас бывают такие серии, когда мы намеренно погружаемся в науку и начинаем смотреть на события в мире гастрономии, соответственно, в истории гастрономии, с научной точки зрения. Помните, мы как-то раз довольно глубоко разбирались в том, как устроено и откуда взялась газированная вода. Это была такая прогулка к маленьким успехам большой химии. Про пиво, когда мы говорили, там было много всякой микробиологии. Мы обсуждали, как работают дрожжи, что такое брожение, ферментация. А когда у нас была серия про острый перец чили, там речь шла о теории вкусов, о механизмах человеческого восприятия горького, сладкого, кислого, соленого. И мы там пытались понять, почему острый это вообще не вкус, а такая особенная, как бы приятная боль. А говоря о шашлыке совсем недавно, мы коснулись теории физического воздействия жара углей на мясо. И, конечно, шашлык можно зажарить и без теории, по наитию. Но если теорию знать, получится и быстрее, и вкуснее. Вот послушайте эти серии, если пропустили. Там все-таки очень интересно, по-моему. Сегодня будет опять научная история в наших тарелках. И я на нее отважился при поддержке и при содействии нового партнера нашего подкаста, компании «Холодильник.ру». Это один из крупнейших продавцов бытовой техники в России. И, в частности, оттуда берется все то, что работает на наших кухнях. В общем, сегодня поговорим о современной, научно продвинутой и по-настоящему прогрессивной гастрономии. Сегодня про су-вид. Я на сей раз хотел бы поподробнее поговорить о том, как на приготовление всякой еды у нас на кухне влияет тепло. Ну, в смысле, температура. От того, до какой температуры нагревается продукт внутри, вот прям в толще своей, там, в сердцевине, зависит практически все. Меняется состояние этого вещества, из которого сам продукт состоит. Молекулы вступают в разные особенные отношения друг с другом. Некоторые разрушаются, некоторые устраивают всякие химические реакции и полностью меняют свои свойства. Белки, вот они состоят из очень больших молекул, вытянутых в нити. Ну, так, грубо говоря, если посмотреть на них невооруженным глазом. Они переплетаются иначе или просто распрямляются или, наоборот, сворачиваются в такие клубочки. Вот это, собственно, так и называется – сворачиваются. Кстати, интересно, почему человек так назвал это явление еще задолго до того, как что-то узнал о том, как устроены эти самые белки и какая там химическая, физическая сущность процесса. На научном языке это называется коагуляцией. От этих превращений под действием температуры зависит очень многое. Меняется консистенция продукта. Вот он жидкий, а вот он какой-то желеобразный, а вот твердый, мягкий, жесткий. Меняется его вкус, меняется наличие в нем соков, распределение в нем всяких витаминов, солей, микроэлементов. Вообще, если заниматься всей этой теорией температурного воздействия на разные продукты, если вот ее подвергать научному рассмотрению, то проще всего понять, насколько это важно, если приглядеться к самому обыкновенному, ну, наверное, к самому примитивному процессу, с которым мы имеем дело на кухне. Вот вы решили сварить яйцо. Да, проще ничего на свете не бывает. Вы отлично знаете, вам еще бабушка рассказала, что вот если вы хотите яйцо в мешочек, то есть с жидким желтком и с твердым белком, то надо ждать три минуты после закипания воды. А если вы хотите крутое яйцо, 10 минут. А если держать его в кипятке дольше, то желток будет некрасивый, не оранжевый, а такой бледно-желтый, будет крошиться, и на нем появятся какие-то синеватые пятна, и белок будет сухой, и жесткий, и вообще яйцо будет пахнуть какой-то тухлятиной с сероводородом, ну, не сильно, но тем не менее ощутимо. Но все зависит не только от времени в кипятке, еще от размера яйца, от его веса, от температуры, в которой вы положили это яйцо в воду, от изначальной температуры воды, из-под крана она холодная была или все-таки немножко тепловатая, и даже от высоты вашей кухни над уровнем моря. Потому что, как известно из школьных учебников, когда меняется атмосферное давление с набором высоты, то снижается температура кипения воды. И вот что говорит нам серьезная наука, когда добирается на нашей кухне до вареного яйца. Она нам говорит, что при температуре 61 градус вот эти самые протеины, которые содержатся в яйце, начинают коагулировать, то есть сворачиваться. Белок постепенно становится непрозрачным, как молоко. Это вот тот этап, который очень любят в восточной кухне. То, что называется яйцо в смятку. И такое яйцо, например, добавляют к японской лапше в бульоне, и она создает такую очень приятную консистенцию. Для первоначального классического соуса от салата Цезарь тоже вот как раз вот такое яйцо нужно. Едва-едва прихваченное. Дальше идем. 63 градуса. Желток начинает постепенно сгущаться. 68 градусов. Белок становится твердым, но остается нежным и влажным. А желток чуть сгустился, но все еще жидкий. Вот это идеальное яйцо в мешочек. 70 градусов. Желток затвердевает, но он остается пластичным. Он очень красивый, ярко-оранжевый, он блестящий на срезе. Это вот идеальное яйцо вкрутую. 77 градусов. Желток становится бледным, начинает крошиться, на нем появляются синюшные пятна. 82 градуса. Начиная с этой температуры, начинаются всякие неприятные процессы. Белок давно твердый, конечно, но теперь он сохнет, начинает пахнуть вот этим самым сероводородом. Все, вы испортили ваше крутое яйцо. Вы его переварили. Если мы будем дальше разбираться со всякими температурными приготовлениями, мы узнаем, может быть, некоторые, впрочем, и так в курсе, а некоторые удивятся. Вот что. Для того, чтобы получить стейк из говядины, идеально прожаренный, сочный, слегка с кровью, что называется, до состояния медиум, надо, чтобы в середине он разогрелся до температуры 63 градуса. Если вы хотите велдан, то есть хорошо прожаренный, 75 градусов. Баранина, ну, такая непережаренная, сочная, 65 градусов. Свинина, ну, вот, не пересушенная, как подметка, а такая, как мы любим, 67 градусов. Куриная грудка, до того, как она превратилась в такой безвкусный кусок сухого картона, 68 градусов. Лосось или треска, или другая такая плотная мясистая рыба, если вы хотите, чтобы были нежные и ароматные, 60 градусов. Лобстер или креветки. Вот, не резиновые, не превратившиеся в один кусок литого каучука. 54 градуса, и все. И вот, в конце концов, люди поняли, что совершенно необязательно для получения вот этих, в сущности, не очень высоких температур разогревать их до какого-то космического жара. Вот не надо варить в кипятке при 100 градусах. Не надо засовывать в печь, где, может быть, 200 градусов и 300, если вы всего-навсего хотите получить там 65. Не надо укладывать на раскаленную сковородку, у которой температура, может быть, еще гораздо-гораздо выше. И тут нам на помощь приходят законы термодинамики. Известно, что если что-то холодное поместить в какую-то более теплую среду, ну, или наоборот, что-то горячее в холодную среду, то температуры рано или поздно сравняются, надо только подождать. Значит, можно взять любой интересующий нас продукт и погрузить его, например, в воду нужной температуры. И просто держать. Пока в соответствии с законами термодинамики температура в этом куске не сравняется с окружающей его водой. Он нагреется ровно так, как нам нужно. Надо только знать время, необходимое для этого. Но вот что важно. Перегреть невозможно. Скажем, кусок мяса, который вы опустили в теплую воду, он не станет горячее, чем вода. Даже если вы его там неделю продержите. Просто неоткуда взяться более высокой температуре. Ну, конечно, надо изолировать от этой воды. Поместим это все в герметичный водонепроницаемый пакет. Еще удалим оттуда воздух, чтобы он не служил изолятором для того, что там внутри от окружающей воды. Мы же знаем, что воздух это отличный теплоизолятор. Вот то, что мы сейчас описали, это и называется сувид. Сувид это по-французски в вакууме, в пустоте. Вид это и есть пустота, ничто. Сувид под вакуумом. Берется сосуд с водой. Например, просто кастрюля или какой-нибудь контейнер. Можно даже пластиковый. И воду нагревают до нужной искомой температуры. И поддерживают на этой точке, чтобы она не остывала, а в ней продукт в герметичной оболочке. Еще нужны часы, чтобы отмерить время. Вот и весь сувид. Через пару минут продолжим. А пока скажу, что идея этого выпуска родилась благодаря поддержке нашего нового партнера. Компании Холодильник.ру. Холодильник.ру это один из крупнейших продавцов бытовой техники в России. У них есть громадный интернет-магазин на сайте. И еще магазины склада техники в Москве, в Московской области, еще в 14 городах по всей стране. Конечно, если вы думаете, что Холодильник.ру это просто нескончаемые ряды больших белых холодильников, уходящих к горизонту, и больше ничего, вы ошибаетесь. Холодильник.ру предлагает колоссальное разнообразие всяких домашних бытовых устройств и приборов. Все, что работает от электричества, все, что втыкается в розетку. Причем и на кухне, и повсюду в вашем доме. Речь не только о крупной бытовой технике, но буквально обо всем, что мигает, жужжит, вертится, нагревает, охлаждает, режет, крутит, вообще работает на вас. Плиты и духовки, стиральные машины, встраиваемая кухонная техника, настольные устройства, кофеварки и даже телевизоры, телефоны, компьютеры, да хоть газонокосилки и даже самокаты. Что бы вам не понадобилось из бытовой техники, на складах холодильника.ру вы наверняка найдете то, что искали. Даже если это какая-то редкая, хитрая штука. В холодильнике.ру умеют работать с такими особенными клиентами, как мы с вами. Все это можно выбрать на сайте и заказать доставку по всей России, а по Москве вам привезут покупку прямо в день заказа. Если вы станете постоянно покупателем холодильника.ру, у вас появится доступ в дисконтной программе. Там скидки и специальные цены, которые вам позволят экономить при каждой новой покупке. Ну и конечно снова и снова возобновляются программы подарков, акций, скидок. Для слушателей нашей сути еды специальный подарок. Скидка размером в тысячу рублей на любую покупку. Промокод и подробные условия я поставлю в описании этой серии. Так что удачных покупок. А холодильник.ру. Большое спасибо за поддержку. На самом деле вы, конечно, миллион раз в своей жизни имели дело с приготовлением еды этим методом. Это, например, случалось каждый раз, когда вы варили сосиски в целлофановой оболочке. Ну, правда, чаще всего это кончается неудачей. Внезапной аварией. Оболочка лопается, вода проникает внутрь, сосиска распухает, размокает. В общем, ни от какого сувида ничего не остается. Но принцип ровно этот. Единственная серьезная гастрономическая проблема у этого способа приготовления еды, это, конечно, отсутствие всякой корочки. Мы любим корочку. Она красивая, она чудесно пахнет, она вкусная, в конце концов. Корочка образуется, если вернуться к науке в результате особенной химической реакции. Она называется реакция майара. Когда вот вступают во взаимодействие белки и сахара, которые есть на поверхности продукта. Эта реакция происходит при относительно высокой температуре, от 140 градусов и выше. Ну, это означает, что если вы что-нибудь приготовили этим самым методом сувид и хотите корочку, просто надо быстро обжарить. Быстро за несколько секунд буквально положить на сковородку, там, с каким-нибудь подходящим маслом. Еще вот в последнее время стало модно даже без сковородки обходиться, а обжигать такой газовой лампой. Это модный ресторанный способ. Ну вот, когда мы и реакцию майара как-то приручили, давайте все-таки посмотрим, а что мы приобрели при помощи этого сувида. Ну, во-первых, надежность. Перегреть невозможно, пережарить невозможно, переварить невозможно. Если вы поддерживаете воду при нужной температуре, такую температуру, и будете иметь внутри вашего куска мяса или куриные грудки, или, не знаю, вашей спаржи, или что там еще вы этим сувидом готовите. Кроме того, все соки сохраняются. Ничего не испаряется, ничего не ужаривается, и в результате вы получаете первозданный вес и размер той порции, с которой вы начали. Можно туда в пакетик добавлять всякое важное и интересное. Можно какие-то соусы, можно какие-то специи, и за время приготовления они там чудесным образом пропитают то, что вы готовите. Можно готовить всякие особенно нежные субстанции, которые просто не выдерживают контакта с грубыми раскаленными поверхностями. Вот фуагра, например. Очень дорогая, очень вкусная, особенная утиная или гусиная печенка. Всякие гребешки, моллюски, какие-то нежные сорта рыбы, которым страшно пальцем прикоснуться. Можно в одной кастрюле готовить несколько разных продуктов одновременно, если они требуют одной и той же температуры. Или много порций одновременно, просто разложив по индивидуальным пакетикам. Можно готовое, приготовленное в сувиде блюдо долго поддерживать в почти готовом виде. В ожидании, пока придут едоки и начнут его есть. Это вот, например, невероятно важно для ресторана. Приготовили заранее, а в нужный момент, когда заказали, распечатываете пакетик, выкладываете на тарелку, ну там еще какие-нибудь гарниры, соусы и прочее. Это уже в последнюю секунду и готово. Ну и для некоторых особенно важно, что не используется никакое лишнее масло и всякие ненужные вредные субстанции. Мировая история сувида и это история трудов и открытий нескольких очень талантливых, очень наблюдательных, очень любознательных и очень сообразительных людей. И нам, конечно, надо их вспомнить и посмотреть внимательно на их удивительные биографии и на их замечательные открытия. Первого из этих наших героев звали Бенджамин Томпсон. Он был американцем по рождению, но большую часть своей жизни прожил в Европе. И он был выдающийся ученый, изобретатель и, между прочим, чиновник, государственный деятель второй половины 18 века и самого начала 19-го. Сегодня он считается одним из тех, кто проложил какие-то самые первые пути к истине в науке, которая называется термофизика. Это, собственно, вот наука о тепле и о холоде. Очень важная наука. На этих основах построено все многообразие действия, множество всяких устройств, приборов, механизмов, машин, при помощи которых человек нагревает все, что он хочет иметь теплым или горячим, и охлаждает все, что он хочет иметь прохладным или замороженным. Буквально вот от простейшей деревенской печки или там от камина до огромной паровой машины или до самой совершенной сегодняшней турбины. Вот это все термофизика. При этом, конечно, взгляды самого этого Бенджамина Томпсона были такими, ну, мы бы сейчас их назвали примитивными, архаичными. Он был сторонником такой теории, что все тела испускают таинственные невидимые лучи. Вот все окружено некой эфирной жидкостью, как считали тогдашние ученые. А тела, значит, производят волнение в этой эфирной жидкости. И Томпсон считал, что он экспериментально обнаружил то, что называл симметрии тепла и холода. То есть он различал теплотворное излучение и, наоборот, холоднотворное. Первое называлось колорифические лучи, а второе называлось фригорифические лучи. И, ну вот, по его мнению, передача тепла – это, собственно, эффект вот этих вот лучей, которые испускает любой объект. Если этот предмет поглощает излучение от более теплого, значит, вот, принимает на себя колорифические лучи, то его температура повышается. А если он поглощает излучение от более холодного, то есть на него действуют фригорифические лучи, ну, тогда он охлаждается постепенно. Ну вот, все эти занятия наукой в его жизни случились уже довольно поздно, когда он был вполне зрелым человеком. Начиналось все как-то очень бурно, авантюрно, романтически. Бенджамин Томпсон родился в 1753 году в Америке, в Массачусетсе, в маленьком городке, который теперь фактически находится в черте Бостона. И он, конечно, с детства показывал большие способности к науке. Он слушал лекции у знаменитых профессоров. Уже тогда рядом, неподалеку от его дома, существовал Гарвардский колледж. И это был такой важный американский научный центр. Потом он стал заниматься, как мы бы теперь сказали, бизнесом. Кроме того, он очень удачно женился на одной богатой молодой вдове. И еще он стал делать карьеру в местной муниципальной власти. Ну, а тут началась война за американскую независимость в 1775 году. И он был не на стороне американских повстанцев, а был на стороне лоялистов. То есть на стороне британской короны, против Соединенных Штатов, которые тогда только зарождались, начинались. Он служил подполковником королевских американских драгун, которые входили в состав британских войск. Ну, война этими лоялистами была проиграна, и он вынужден был бежать в Европу. Причем он все бросил. И свой дом, и свое состояние, и даже жену оставил там, в Америке. Никогда больше ее не видел. Переехал в Лондон. Там он продолжал свою военную службу, стал полковником, занимался военно-инженерным делом, рисовал проекты всяких новых военных кораблей, экспериментировал с порохом, исследовал возможности усиления его мощности. В 1785 году он переехал в Баварию, в Германию. И моментально там сделал карьеру при тамошнем дворе курфюрста Карла Филиппа Теодора. Этот Карл Филипп Теодор был классический, просвещенный европейский монарх. Он очень увлекался всякими искусствами, науками, развитием всяких полезных социальных реформ для своего маленького любящего народа. Ну, что, впрочем, ему не мешало подвергать этот народ жестокой эксплуатации. И там приняты были практически рабские крепостнические условия труда. Не сильно отличалось от крепостного права в России. Вообще, мне иногда кажется, что вот этот Карл Филипп Теодор был деятелем, с которого был списан персонаж Леонида Броневого в фильме про того самого Мюнхгаузена. Помните, герцог. Вот кажется, что Григорий Горин примерно этого Карла Филиппа Теодора имел в виду. Вот это вот. Я не разрешу опускать линию талии на бедра. 155. В конце концов, мы центр Европы. Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав? Пожалуйста. Хотите плессированную юбку с выточками? Принимаю это. Но опускать линию талии не дам. Ну или это вот бессмертная фраза. Не знаешь, что в одноборотном сейчас уже никто не воюет? Безобразие. Война у порога, а мы не готовы. Нет, мы не готовы к войне. Ну вот, Бенджамин Томпсон провел в Баварии у этого Карла Филиппа Теодора 11 лет. И Курфюрст его назначил на две важные должности одновременно. Он был военным министром и министром полиции. В первом своем качестве он занимался реорганизацией армии. Он очень много сделал для ее снабжения, для организации быта, вот этих вот войск, которые воевали то ли в однобортном, то ли в двубортном, уже никто сейчас не вспомнит, но он как раз вот этим был занят. И много сделал для того, чтобы войска хорошо кушали. Как раз в это самое время он изобрел так называемый двойной котел. Ну, это то самое, на основе чего построены до сих пор все полевые кухни во всех армиях. А еще побочным ответвлением от этого изобретения стала классическая дровяная или угольная кухонная плита. Вот такая, которая стала стандартом по всей Европе. А когда в европейских городах появился газ, то именно из этих дровяных и угольных печей была переделана и разработана конструкция первых газовых плит. Достаточно было заменить топку, где горели эти дрова или этот уголь на горелку с газом, а все остальное фактически оставалось без изменений. Все придумал Томпсон. Еще он придумал, первоначально тоже для армейских целей, капельную кофеварку. И он изобрел даже то, что называлось кофейник-перколятор. Это знаете, что такое? Это вот есть такие металлические кофейники, высокие, узкие. Их обычно называют кофейник Биолетти, хотя они могут быть и какой-нибудь другой фирмы. Вниз вы наливаете воду, сверху закладываете кофе, ставите на огонь, и вот там такой фонтан этой кипящей воды, который прокачивается потом через кофе, получается эспрессо. Довольно вкусный. Вот это и есть перколятор Томпсона. И все новомодные кофеварки, в том числе, например, вот эспрессо со всякими капсулами, ну, их есть миллион разных видов. Это, в общем, тоже праправнучки кофеварок Томпсона. Но еще более плодотворной была его работа на втором посту, там, где он был министром полиции. Он в этом качестве очень эффективно занимался борьбой с бродягами и попрошайками, которых, понятное дело, в Европе конца XVIII века было сколько угодно. Он организовал несколько таких широкомасштабных операций в дни крупных церковных праздников. В это время в больших городах полиция и армия сгребала подчистую всех нищих, всех паломников, всех попрошаек, которые прибывали к знаменитым соборам, ко всяким почитаемым мощам и иконам, и их отправляли в работные дома. Что такое работный дом, вы можете себе примерно представить по описанию дома, в котором оказался Оливер Твист. Помните, из одноименного романа Диккенса. Там дело, конечно, происходит в Англии, но традиции и система примерно те же самые. Тем более, что Томпсон и ориентировался в устройстве своих работных домов именно вот на опыт того, что делали в Англии. Обитатели этих домов должны были трудиться на общественно-полезных государственных стройках, в основном на сооружении дорог, на укреплении всяких дамп и плотин, а в обмен они получали крышу над головой и какое-никакое питание. И вот именно за эту свою деятельность, за обустройство этих работных домов, Томпсон через пять лет после того, как занял эти посты в Баварии, получил баварский дворянский титул. Он стал граф Священной Римской империи, Райхсграф. Очень трогательно, что, когда он получил право выбирать наименование для своего графского титула, он вспомнил про городок, в котором он жил со своей женой, вот этой самой молодой вдовой Сарой Уолкер. Это в американском штате Нью-Гемшир, и городок назывался Румфорд. Он в этом Румфорде был счастлив несколько лет своей молодости. Потом, правда, бросил и Румфорд, и жену, когда убегал от наступающих борцов за американскую независимость. Ну, вот теперь он вспомнил, и Бенджамин Томпсон стал Райхсграфом фон Румфордом. Под этим именем он, собственно, и остался в истории. Граф Румфорд. Он с этими работными домами подошел к делу очень серьезно, и он размышлял о правильном режиме кормления. С одной стороны, солдат, с другой стороны, вот этих бродяг на его попечении. И он стал думать, как извлечь из минимума продуктов, которые можно купить за как можно были скромные деньги, максимум теплоты. То есть, выражаясь современным языком, максимум калорий для поддержания жизни всех этих несчастных людей. Он на этом направлении обратился к изучению пользы от разных относительно новых для тогдашней Европы сельскохозяйственных культур. Прежде всего, кукурузы и картошки. И вот он для популяризации картошки и развития картофелеводства по всей Европе, не только в Баварии, не только вообще в Германии, но и везде, везде. Он сделал, конечно, очень много, и во многом это именно заслуга Томпсона. Но когда он убедился в том, что картошка и кукуруза очень питательные, очень выгодные для массового потребления, он на этом не остановился и совершил одно открытие, которое полтора века считалось главным вкладом графа Румфорда в мировую кулинарную сокровищницу. Он изобрел суп Румфорда, легендарную, высокопитательную и анекдотически дешевую бурду, которая моментально распространилась в качестве основного блюда по работным домам, по тюрьмам, по больницам для бедных, по ночлежкам и по благотворительным столовам всего мира и по армиям всего мира. Чуть не до середины 20 века вот этот суп Румфорда под разными наименованиями и в разных формальных обличьях составлял важную часть армейского рациона почти во всех европейских армиях. Даже Карл Маркс упоминал это поразительное изобретение аж прям в своем «Капитале». Там есть глава 22, она называется «Превращение прибавочной стоимости в капитал», и там он писал. «Один американский краснобай, возведенный в баронское звание Янки Бенджамин Томпсон, иначе граф Румфорт, развивал те же филантропические планы, снизкав себе ими великое благоволение Бога и людей. Его эссейс представляют собой поваренную книгу, наполненную всякими рецептами, указывающими, как заменить дорогостоящие нормальные предметы потребления рабочих дешевыми суррогатами. Вот особенно удачный рецепт этого удивительного философа. Пять фунтов ячменя, пять фунтов кукурузы, на три пенса селедок, на один пенс соли, на один пенс уксуса, на два пенса перцу и зелени. Итого на сумму 20,75 пенса. Получается суп на 64 человека, при этом при средних ценах хлеба стоимость этого может быть еще понижена. До одной четверти пенса на душу. С развитием капиталистического производства фальсификация товаров сделала такие успехи, что идеалы Томпсона стали излишни. Вот так вот. Румфорд экспериментировал с этим супом. В сущности, это суп из перловки, кукурузы, там, гороха, всяких сушеных овощей, добавлял к нему разные белковые добавки. Иногда мясной бульон, иногда какую-нибудь курицу или дешевое мясо, иногда соленую рыбу или даже копченую селедку, всякие бобы, всякие фасоли. Заменял ингредиенты на более дешевые. Одно время даже он предлагал использовать вместо уксуса прокисшее пиво. Оно вообще ничего не стоило. Иногда он делал свой рецепт совсем уж скудным. Но, в общем, Румфорд оставил подробнейшие инструкции, как варить этот суп, какими порциями его раздавать. И даже отдельно настаивал на том, что вот в последний момент к этому супу надо добавлять кубики из высушенного черстого белого хлеба. Зачем? Чтобы спровоцировать едоков на интенсивное жевание. Оно полезно для усвоения частиц теплоты, писал он. Этот суп Румфорда фактически без изменений дожил до наших дней. На самом деле, это и есть тот самый благотворительный суп. Вы про него много раз слышали и читали. Может быть, даже когда-нибудь его видели в реальности. Тот самый суп, который раздает по всей Америке армия спасения. Например, в больших городах, во всем мире, в том числе в Европе, Красный Крест и прочие организации, которые заняты поддержкой бездомных и нуждающихся. Вот они варят этот суп Румфорда. В 1802 году Бенджамин Томпсон, граф Румфорд, опубликовал вот эти самые эссейс, которые упоминает Маркс в «Капитале». Это было несколько томов книги под названием «Essays Political, Economical and Philosophical» политические, экономические и философские эссе. И вот в третьем томе этого собрания текст сохранился, слава богу, и нашлись дотошные исследователи, которые почитали нужным туда заглянуть. Томпсон возвращается к своей работе в Мюнхене. Он описывает, как приблизительно в 1790 году, в то самое время, когда он разрабатывал питание для армии и оттачивал рецепт своего вот этого супердешевого и супервыгодного супа, он соорудил машину для сушки картофеля теплым воздухом. Понятно было, что для внедрения рациональных основ питания в армии надо было заботиться о припасах. И вот о таких способах хранения продуктов, которые бы были дешевыми, надежными, позволили бы получать такое стандартное, всегда одинаковое исходное сырье. И Румфорд рассудил, что удобнее всего это делать с сушеными продуктами. Можно контролировать, сколько там в них осталось воды, можно контролировать соотношение веса и объема, добиваться стандартов. Он был большой поклонник и любитель стандартов. Хочу заметить, что сушеные овощи до сих пор остаются важной частью рациона в самых разных армиях. Вот я, например, отлично помню, что я в середине 80-х годов, когда был на военных сборах, учащийся в Московском университете, и там дежурил на кухне. Я видел эти огромные фанерные бочки, в которых поставлялась для армейского питания сушеная картошка, сушеная морковка и всякое такое. Говорят, что российская армия до сих пор закупает этот странный товар для снабжения своих кухонь. Ну вот, Томсен соорудил машину для сушки картошки и выставил ее на всеобщее обозрение на Мюнхенской промышленной выставке. Она помещалась в знаменитом Мюнхенском доме промышленности. Это такое модное в тот момент выставочное пространство. Тогда вообще все очень увлекались этими большими выставками, где всякие чудеса науки и техники демонстрировались. Вот, Курфюрст-просветитель тот самый распорядился соорудить этот дом промышленности. Он же покровительствовал наукам и ремеслам, правда? Ну и вот, дальше Томсен описывает свое новое открытие. Я давно подозревал, что вряд ли возможно, чтобы именно температура 212 градусов по Фаренгейту, это температура кипящей воды, была той, которая лучше всего подходит для приготовления всех видов пищи. Но именно неожиданный результат эксперимента, который я провел с другой целью, заставил меня обратить особое внимание на эту тему. Желая выяснить, можно ли зажарить мясо в машине, которую я придумал для сушки картофеля и установил на кухне Тома промышленности в Мюнхене, я положил в нее баранью лопатку. И после того, как я наблюдал за экспериментом 3 часа и не обнаружил никаких признаков того, что он удался, я пришел к выводу, что тепло было недостаточно сильным и, отчаявшись в успехе, пошел домой весьма расстроенной неудачей и бросил баранью лопатку на растерзание кухаркам. Ну, можно себе представить эту баранью лопатку. На языке тогдашних английских мясников так называлась передняя часть бараньей полутуши. То есть, вот это ровно четверть барана вместе с передней ногой, с шеей и с частью грудинки. И вот автор одного сайта, который посвящен модернистской молекулярной кухне и в том числе Сувиду, ради которого мы все это вспоминаем, он обнаружил, опубликовал этот исторический фрагмент из эссе Румфорда. К сожалению, на этом сайте не принято подписывать публикации именами авторов, так что я не знаю, как зовут этого замечательного человека. Так вот, он комментирует этот эпизод так. Довольно не в духе это эфемизм девятнадцатого века, означающий чертовски взбешен. В общем, Румфорт выбежал из кухни с криком «Я не буду выгребать это дерьмо». Неизвестно, с каким криком он выбежал, но известно, что утром пришли служащие этой выставки и были страшно удивлены, обнаружив, что мясо в сушильной машине уже приготовлено. И оно не просто съедобное, оно очень вкусное. Оно совершенно удивительных незнакомых свойств. Ну, вот мы с вами это проходили тысячу раз. Помните, есть такая волшебная формула, которую обнаружил в истории мировой гастрономии замечательный журналист и историк Марк Курландский, автор всеобщей истории соли, истории трески и других прекрасных книг. Я его цитировал, когда мы с вами изучали историю европейской селедки. И вот он писал, что вот эта фраза, «каково же было его удивление, когда он пришел утром и обнаружил». Это стандартный ключевой момент огромного количества историй о великих гастрономических открытиях. Это вот такой же стандартный сюжет мировой гастрономии, как, ну, я не знаю, история о Ромео и Джульетте или о Доне Гуане, вот что-нибудь такое. И вот это случилось опять. Граф Рунфорд пишет, «Эта замечательная баранья-лопатка была немедленно принесена мне с триумфом, и хотя я не был в большой растерянности, чтобы объяснить, что произошло, но это, конечно, было совершенно неожиданно. Когда я попробовал мясо, я был очень удивлен, обнаружив, что оно сильно отличается как по вкусу, так и по аромату от всего, что я когда-либо пробовал, оно было очень нежным. Но, несмотря на то, что оно было так сильно прожарено, оно не казалось нисколько пересоленным или вялым, напротив, но было необычайно пикантным и душистым. Оно не было ни вареным, ни жареным, ни печеным. Его вкус, казалось, указывал на способ его приготовления, мягкое нагревание, которому оно подвергалось в течение столь долгого времени, постепенно ослабило связность его волокон и сгустило его соки, не вытесняя их тонкие и более летучие части, не смывая, не сжигая, не делая прогорклыми и несвежими из-за масла. В общем, именно там, в Мюнхене, при помощи машины для сушки картофеля, которую из любопытства засунули на целую ночь баранью лопатку, вот тогда и там был изобретен сувид. Прошло примерно 170 лет, прежде чем это изобретение выплыло из забвения и пришло на самые знаменитые ресторанные кухни самых талантливых и ярких поваров Европы. И вот тут надо вспомнить второе имя, которое оставило след в истории сувида. Это имя Труагро. Удивительным образом в переводе с французского это Тритолстяка. Вот под этой фамилией живет до сих пор одна из знаменитейших гастрономических династий Франции. Люди, которые совершили переворот гастрономической истории блистательной французской кухни, которая, между прочим, как ни крути, самая главная, самая авторитетная кухня Европы. Это уже произошло в середине 20 века. Династия началась в 1930 году. Ее основателями были Жан-Батист Труагро и его жена Мари. Они открыли сначала небольшой бестро, а потом полноценный ресторан. Он назывался Л'Отель Модерн, новый отель, напротив железнодорожного вокзала в небольшом старинном городке Руан в центре Франции. Это примерно 100 километров на север от Леона. И это на Луаре. Она в этих местах уже довольно полноводная. Ну, помните, что такое замки Луары? Ну, это будет очень далеко отсюда, на другом конце страны, там, где Луары уже стремится в Атлантический океан, а это относительно близко к ее началу. Иногда можно прочесть, что все эти события происходили в Руане, но это совершенно не так. Руан – это большой город на севере Франции, между Парижем и Гавром. Он известен своим Руанским собором, например. А Руан – это относительно небольшой городок, ближе к югу, на границе Авернии, Бургундии и Долины Роны. И, что важно, он стоит на одном из самых главных национальных шоссе, на дороге номер 7. И это главный курортный маршрут, который ведет с севера, там, от Парижа, в частности, на юг к Французской Ривьере. И вот на этом пути Руан стал просто обязательной остановкой для гурманов, которые едут в отпуск. Ну, или он совсем рядом, а он испокон веку считался важнейшей гастрономической столицей Франции, просто важнее Парижа для многих. В 26-м году у Жан-Батиста и у Мари родился сын Жан. Два года спустя второй сын Пьер. И вот этому младшему суждено было стать одним из крупнейших шефов Франции 20-го века. Оба брата пошли по родительскому ресторанному делу. Сначала уехали из этого Роана и стажировались во всяких шикарных ресторанных заведениях, в курортных городах на берегу Атлантики, в Париже. И в 53-м году отец Стравагру позвал этих своих двоих сыновей вернуться для того, чтобы возглавить семейный бизнес. Ну, времена были еще довольно патриархальные, а слушаться отца, видимо, было невозможно. А кроме того, дела шли все лучше, потому что люди начали ездить в отпуск по этой самой дороге номер семь. И Руан сделался важной остановкой на пути, где люди останавливались там, чтобы пообедать, а некоторые даже и на ночевку. Кроме того, война как-то постепенно уходила в прошлое, и ужасные воспоминания о ней тоже. И возникла мода на качественную кухню опять, и пошло какое-то возвращение интереса к качественным местным продуктам. В общем, уже через два года после того, как Жан и Пьер Троагро приехали и вместе с отцом занялись этим рестораном, в 55-м году ресторан получил первую звезду Мишлен. Это уже тогда была самая престижная награда в классификации самого авторитетного французского путеводителя и гастрономического гида по ресторанам. Она, конечно, такой остается и сейчас. Мы все прекрасно знаем, и все время слышим, что такое одна звезда Мишлен, две звезды, три звезды и вообще, что такое Мишленовский ресторан. Ресторан этот уже скоро стал называться «Ле Фрэр Троагро», «Братья Троагро». Пьер там был шеф-поваром, Жан ему помогал, занимался в основном соусами для французской кухни. Это важнейшая позиция. Есть даже отдельная такая профессия «Шеф-соусье», «Шеф по соусам». А отец, Жан-Батист, он управлял в зале, был метродотелем и занимался винами, составил прекрасный винный погреб в этом ресторане. Он был знаменит всякими бургундскими наименованиями. Там была такая творческая, хорошо продуманная, но в общем простая кухня. И было изобретено несколько блюд, которые стали просто легендарными для французской кухни. И самым главным из них был лосось со щавелевым соусом. «Эскалопду суму а лозей». Скажите это любому французу, и он вам немедленно ответит, что он, конечно, это ел много раз, и в лучших своих воплощениях это совершенно невообразимо прекрасно. В 62-м году между первой и второй Мишленовскими звездами Пьер Троагро это изобрел. И вот говорят, что в каждом втором французском ресторане по всему миру оно есть. Это блюдо из лосося с щавелем. Ну, окей, может не в каждом втором, но часто. Это я подтверждаю. И этот рецепт считают символом всей кухни 70-х годов. инновационной, простой, творческой, со всякими интересными, но очень естественными сочетаниями вкусов. В 83-м году Жан, один из двух братьев Троагро, внезапно умер, у него случился сердечный приступ на теннисном корте. И остался Пьер, и уже подросший его сын Мишель. Они продолжали управлять рестораном. Вот сейчас у них три звезды Мишлен. И это сейчас продолжается с 1968 года. Вообще, трехзвездных Мишленовских ресторанов очень немного. Их во Франции всего 29 штук, и в таком неофициальном рейтинге их. Троагро до сих пор занимает 17-е место, то есть примерно в середине. И еще около 100 ресторанов в остальном мире. Через полминуты продолжим. А пока хочу рассказать о новостях с сайта Литрес. Вы уже знаете, что там стали появляться коллекции историй сути еды, собранные в виде аудиокниг. Если вам удобнее слушать именно аудиокниги, а не подкасты за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гулять с собакой или просто греться на солнышке, это как раз для вас. Один раз закачал телефон или в планшет и можно слушать, не беспокоясь об интернете. В начале июня там вышла коллекция из первых 12 историй, а теперь вот появилась и вторая. Можно уже сейчас зайти на сайт летрес.ру и скачать, а мы пока подготовим и третью коллекцию. И так постепенно все истории там соберем. Слушайте с удовольствием. Так вот, в 74-м году в разгар моды на Труагро началась у них эпопея с сувидом. И у основания ее был близкий друг, коллега и сосед Пьера Труагро по имени Жорж Пролюс. Этому Пролюсу в тот момент было 34 года. Он был уже довольно успешный, известный ресторатор во главе своего собственного заведения совсем рядом там с Руаном. Вообще эти места на Луаре чуть повыше Леона на несколько десятилетий превратились в арену развития самых интересных гастрономических событий во Франции. Следовательно, по всей Европе. А может даже во всем мире. Этому Пролюсу вообще очень свойственно было внимание к изучению физических и химических процессов, которые происходят во время всяких кулинарных операций. Он задолго до изобретения и развития молекулярной кухни заинтересовался тем, как себя ведут разные продукты при разном гастрономическом воздействии. Вот когда их варят в воде или на пару, когда их жарят, обжигают на гриле, сушат, вялят, маринуют. Он стал интенсивно экспериментировать со всяким оборудованием, с пароварками, сковородками и кастрюлями из разных материалов, с разными покрытиями, с разными грилями, печами. И вот в 1974 году к Пролюсу обратился его друг и сосед Пьер Туагро, который в тот момент обнаружил поставщика совершенно исключительно утиной печенки фуагра и решил ввести ее в меню своего ресторана в разных видах. Ему нужен был способ приготовления этой печенки такой, чтобы она с одной стороны не оставалась сырой, а с другой стороны, чтобы воздействие на нее было минимальным, чтобы она при приготовлении теряла как можно меньше своего веса. Мы с вами когда-нибудь обязательно поговорим про фуагра подробно. Это жутко интересный исторический сюжет, вокруг которого очень много всякого наворочено. Но сейчас надо вспомнить вот что. Традиционно фуагра готовят во Франции тремя возможными способами. Можно ее просто нарезать на толстые ломти и жарить на сковородке. Это очень вкусно, но это страшно рискованно, потому что чуть зазевался и вся твоя драгоценная печенка превращается в лужу кипящего желтого жира, растворяется там на сковородке без следа. Еще ее консервируют методом аппертизации. Помните изобретателя консервирования по имени Николя Апер? Мы много раз уже его вспоминали с большой благодарностью. Вот это в его честь назван этот процесс. Укладывают печенку в стеклянные банки и заливают горячим, ну, впрочем, не очень горячим, растопленным мутиным жиром. Пока жир окончательно остывает, печенка прогревается до нужной температуры. Кроме того, слой этого жира сверху потом застынет, надежно такую печенку запечатает, законсервирует. Это тоже довольно рискованный способ. Нужно очень точно отмерять количество этого горячего жира, а если его будет чуть больше, чем нужно, или он будет чуть горячее, он будет остывать слишком долго, печенка переварится и, в общем, частично в этом жире растворится. Ну и, наконец, самый распространенный способ. Печенку целиком или крупными кусками, а иногда, наоборот, маленькими кусочками в виде паштета, закладывают в керамические или стеклянные формы и помещают на паровую баню. Иногда перед этим заворачивают и плотно зашивают в холщовую тряпочку. Это вот так и называется entorchon, то есть в тряпке. Так проще всего и надежнее всего контролировать степень этой вот проварки. Так вот, Пьер Туагро обратился к Жоржу Пролюсу за советом, как наиболее щадящим и экономным способом приготовить фуагра. Наверное, entorchon, она так получается самой нежной, самой натуральной. А тот подошел к делу научно. Он прежде всего удостоверился, что температура в центре куска, самой сердцевины, идеально приготовленной печенки, всего-навсего 45-50 градусов Цельсия. Причем здесь пар, который 100 градусов. Даже горячий воздух, который смешан с паром, который поднимается над кипящей водой, это 90-95 градусов. Все равно очень много, даже если зашивать в тряпочку и защищать от этого обжигающего воздействия. И Пролюс предложил революционное решение. Запечатать печенку не в тряпочку, а в пластиковую пленку и запаять ее герметично. Это было нечто совершенно новое по тем временам, потому что полиэтилен тогда только начинал широко использоваться на дворе 1974 год. А вот самые первые пластиковые пакеты с ручками, такие более-менее, как мы привыкли, они появились в Америке в торговых сетях в 1965 году, меньше, чем за 10 лет для этого. И полиэтилен только начинал сильно, часто, много использоваться в гастрономическом деле. И вот Пролюс говорит, возьмем этот новомодный полиэтилен, запаяем в него очень плотно, чтобы внутри воздуха не осталось, потом погрузим в теплую воду, вот такой температуры, как надо достичь, 45-50 градусов. Это вообще не очень горячо, это легко рука терпит. И держать в этой воде, пока температура воды и печенки не сравняется. И идея была применена на кухне сначала в ресторане у самого Пролюса, потом в ресторане у Труагро, ну и это был успех. И оба задумались тогда, а что еще можно готовить таким способом? Первым пошел в дело вот этот самый лосось, который был фирменной эмблемой Труагро под соусом из щавеля, потом традиционное суперблюдо французской кухни бараньи-жиго, то есть ножка молодого барашка, которую запекают в травах, в специях, целиком, прям с костью. Ну, иногда кости-то удаляют. Дальше пошли грудки, куриные, особенно утиные, знаменитые магрэ-де-канар. Все это вот этим методом Пролюса в исполнении Труагро приобретало какой-то совершенно эпический вкус, незабываемый и неописуемый. В 81-м году Жорж Пролюс открыл вот там, недалеко от своего Руана, первую поварскую школу для обучения технике вакуумной кулинарии Сувид. Два года спустя, в 83-м году, он получил за это золотую медаль Французской кулинарной академии. Эксперименты Пролюса и Труагро пришли очень вовремя. Они очень точно подошли к идеям новой кухни, Nouvelle Cuisine, которые как раз тогда начали развиваться. И эта Nouvelle Cuisine триумфально шла по французскому ресторанному делу и завоевывала французское кулинарное пространство, а вместе с ним и европейское, вместе с ним мировое, всю мировую ресторанную индустрию. Эта формула была придумана в начале 70-х годов, и у нее есть авторы. Это два знаменитых французских гастрономических критика, Henri Go и Christian Mio. Они придумали и создали гастрономический справочник, который так и назывался Go Mio, он издается до сих пор. И наряду с Мишленом это чрезвычайно авторитетное издание, ну, теперь уже, конечно, не издание, а целая система оценки и поддержания качества в ресторанах серьезной хорошей кухни. И вот они, эти самые Go и Mio, обратили внимание на нескольких молодых звезд французской кухни, на нескольких молодых поваров, которые попытались поколебать догмы и железобетонные правила высокой французской кухни, которые сложились за предыдущие полтора века. И в сущности были основаны на очень небольшом наборе традиционных французских рецептов. И рецепты эти отличались тем, что они были очень тяжелые, очень долгие в приготовлении. Они требовали каких-то соусов густых, маслянистых, каких-то очень таких нажористых гарниров. Невозможно было это готовить быстро. Они вообще не учитывали никакой сезонность, никакое местное происхождение продуктов. И вот несколько прекрасных тогда молодых шефов. Поль Бокюз, Ален Сандеренс, Жоэль Робишон. Вот если не знаете эти имена, погуглите. О них много всякой информации. Это действительно исторические личности. Это действительно люди, которые сделали современную европейскую кухню. Вот эти люди попытались отказаться от приготовления впрок всяких заготовок, всяких заранее сваренных соусов, всяких полуфабрикатов, таких, которые хранятся на ресторанной кухне иногда неделю, прежде чем их достанут из холодильника, разогреют и, наконец, уже подадут на стол. Они стали работать с продуктами, которые сами выбирали на рынке непосредственно перед тем, как начать их готовить, а готовили их непосредственно перед тем, как их подать клиенту. Вот есть самая главная книга Поля Бокюза, великого шефа из Леона. Она так и называлась «Квизинь де марше». Это теперь мировая гастрономическая классика. Я думаю, что не осталось ни одного серьезного языка в мире, на который бы она не переводилась. По-русски тоже выходила. Называлась «Кухня по сезонам». Правда, довольно давно уже. Вот эти люди стремились к легкости. Они перестали варить соусы, которые надо сыпать муку и лить растопленное масло. А вместо этого они собирали свои соусы из всяких эссенций, настоев, соков, специй разных изысканных трав. Они вот реально перешли на выбор продуктов с рынка. Они стали избегать слишком активного использования специй, потому что их интересовал естественный вкус продукта. И, между прочим, они вообще стали бороться с обжорством, которое считалось чуть не неотъемлемой чертой вот настоящей французской кухни. У них порции стали меньше, они этого не стеснялись, а количество блюд за одну еду резко сократилось по сравнению с тем порядком, который утвердился еще вот в традициях девятнадцатого века, когда появилось то, что стало называться большой французский ужин. Из множества перемен, там, с перерывами, надо отдыхать, как-то приходить в себя после очередного огромного съеденного индюка. вот десять заповедей этой новой кухни, которые сформулировали Го и Мио, они звучали так. Не пережаривай, выбирай самые свежие и качественные продукты, сокращай меню, не будь безумным модернистом, не выдумывай ради выдумки, но стремись к тому, что дают тебе новые техники. Избегай солений, маринадов, квашений и прочего. Избавляйся от насыщенных соусов, не забывай про науку диетологию, не хитрись представлениями еды, не выдавай одно за другое, будь изобретателем. И вот, что еще очень важно, они стали использовать новые инструменты и разнообразные приспособления. Блендер, мороженицу, мощную морозилку, разнообразные кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием, микроволновые печи, скроварки и вот сувит. И они стали готовить на пару, они заворачивали продукты в тонкую бумагу или там в фольгу, и они варили на водяной бане, они обжаривали на очень горячем гриле. Все это очень быстро, чтобы сохранить первоначальный вкус, удержать в составе готовой еды всякие витамины и минеральные соли. И это все живет до сих пор. Так же, как живет дело семьи Труагро, вот они подарили миру новую кухню, а в частности внутри этой новой кухни сувит. И, наконец, еще одно последнее имя, еще один шеф-новатор по имени Бруйно Гуссо. Одни французы, смотрите, поэтому и сувит называется по-французски, а не как-нибудь еще. Он совершенно непрофессиональный повар, он именно технолог. И он с образованием химика и биолога еще в молодости уехал в Африку, в довольно, надо сказать, неблагополучную страну, Нигер, не путать с Нигери. И там он заведовал лабораторией, которая изучала методы безопасного и надежного хранения зерна в условиях ужасного климата, жаркого и в некоторых местах очень влажного. Потом он стал заниматься промышленными методами хранения и приготовления мяса и постепенно пришел к тому, что нет ничего эффективнее вакуума. Причем одновременно в двух воплощениях. Во-первых, вакуума как способа хранить продукты, упаковывая их в вакуумные контейнеры или пленку, а во-вторых, как способа их готовить. В 80-е годы он стал главным научным сотрудником в компании Квизин Солюшн, она расположена была в Штатах в Вирджинии, недалеко от Вашингтона. Эта компания стала мировым лидером в разработке и в производстве очень высококачественного питания для того, что называется отложенное потребление. Прежде всего для железнодорожных компаний и для авиаперевозчиков. Оказалось, что приготовление в вакууме это идеальный метод для очень качественного бортового питания. Еда готовится сразу порционно, приготовление легко стандартизировать, гарантировать совершенно одинаковый результат, даже если нужны тысячи и тысячи одинаковых порций. Потом еда хранится в этих самых упаковках, в которых она была приготовлена, ее очень удобно разогревать, просто подавать. В 91-м году Бруно Гуссо основал Центр исследований для пищевой промышленности, сокращенно КРЭА. Это было исследовательское подразделение вот этой самой компании Куизин Солюшн. И там он как раз вот и исследовал влияние температуры на разные продукты питания. И благодаря КРЭА он не просто стал известен, а он стал человеком, который обучал методом разумного обращения с температурами лучших шеф-поваров мира. И вот наверное благодаря ему технология СУВИД уже стала повальным увлечением самых знаменитых поваров, таких творцов из ресторанов высокой кухни по всему миру. Подсчитано, что не меньше 80 шеф-поваров ресторанов, у которых вообще есть звезды Мишлен, они проходили стажировку в школе у Брюно-Гуссо и учились у него применению методов СУВИД для самых разных стилистических и национальных направлений гастрономии. И сегодня вот чаще всего именно Брюно-Гуссо называют официальным отцом всего этого направления гастрономии СУВИД в мировой кухне. А имена Кьера Труагро, Жоржа Пролюса и уж тем более Бенджамина Томпсона и графа Румфорда они остаются как-то в тени. Но мы-то с вами точно их не забудем. Нам важно разобраться в истории, в том, кто там был и что там было в самом начале. Кухня СУВИД, при том, что вот ее часто считают методом, который относится к какой-то высокой, изысканной, профессиональной кухне, на самом деле необыкновенно простая в применении и в усвоении. Она очень легко поселяется на самой обыкновенной городской кухне. У самого обыкновенного любителя вкусно поесть и провести время у плиты. Она не требует практически никаких особых навыков. И для нее нужно очень небольшое количество какого-то оборудования, каких-то приспособлений. Все, что нужно, это достаточно просторная кастрюля или вот такой прямоугольный гастрономический контейнер. Он может быть из нержавейки, может быть даже пластиковый. Еще нужно устройство для вакуумной упаковки, вакууматор. Это довольно компактная машинка, недорогая, она умеет откачивать воздух из пластиковых пакетов и запаивать их. Ну, нужны эти пластиковые пакеты из такого довольно толстого, надежного, прозрачного пластика. И самое главное, нужен нагреватель с термостатом и с таймером. Вот в разных каталогах эту штуку так обычно называют машиной для сувида. Еще называют сувидстик, палка для сувида, потому что это обычно такая круглая вертикальная штука размером, ну, не знаю, как ручной фонарик. Она вставляется в кастрюлю, ее еще называют циркулятор для сувида, потому что это что-то вроде умного кипятильника, это такой электрический прибор, который погружается в воду и дальше он эту воду одновременно перемешивает, то есть заставляет ее циркулировать и нагревает. И следит за тем, чтобы она сколько угодно, хоть многими часами поддерживалась при постоянной заданной температуре. В нужный момент бибикает, что время приготовления кончилось. Ну, конечно, есть более изысканные дорогие варианты, продаются всякие специальные сувидоварки, такие электрические кастрюли с встроенным насосом, нагревателем, термостатом и таймером, но в принципе это совершенно необязательно. Можно обойтись и хорошей мультиваркой или даже рисоваркой. Вот в тех моделях, которые чуть-чуть пошикарнее, есть функция ручной установки температуры, в том числе можно установить температуру невысокую, вот эти самые искомые, там какие-то 60-70 градусов для разных продуктов, и они отлично могут служить для сувида, потому что они легко держат эту невысокую температуру и соблюдают точно заданные пределы. Даже без вакууматора можно обойтись при некоторой ловкости и вот ну таком элементарном навыке можно научиться аккуратно запаковывать продукты в прозрачные пакетики, такие знаете с зиппером, вот с герметичной застежкой. Аккуратно их погружать в воду, при этом из них выходит воздух и в последний момент вы их застегиваете и готово. Ну а дальше вы заходите в интернет, находите там таблицу, какой продукт, какого веса, при какой температуре и сколько времени их готовить вакууме. Таких таблиц повсюду миллион, ну буквально полминуты гуглить и вперед. И вот вы уже практически повар-новатор из Мишленовского ресторана. Сувид это очень просто и это необыкновенно увлекательно. И результат получается просто неописуемый. Вот ровно так. Пока не попробуешь, невозможно вообразить, невозможно представить себе, что получается из куска мяса или из рыбы, или из куриной грудки, или из горсти креветок, или там, я не знаю, из пучка спаржи какой-нибудь примитивной. Если это приготовить вот таким научно обоснованным методом. А просто говоря, не перегревать. В общем, надо один раз в жизни точно попробовать. И очень многие из вас станут фанатами и поклонниками этой техники навсегда. Потому что наука не обманывает. Это вот уже тот самый случай, когда учение свет от знания сила. Только теперь это еще и вкус и аромат и вообще поразительное удовольствие за столом с друзьями. Вот такая история. Мы ее на сей раз изучили и собрали все и рассказали ее с помощью партнера этого выпуска компании «Холодильник.ру». одного из крупнейших ритейлеров бытовой техники у нас в России. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Спотифае, на Тюныне. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok